Фильм разрешенный для показа детям, достигшим 12 лет. Еще же удача зависит все от этого, потому что могут быть падения, может быть там палочка сломается, может крепление вылетит. Это тоже все зависит от времени, скорости. Все влияет. Настрой, конечно, боевой, да и желание огромное. Мы будем стараться. Значит, идем в золотую? Хотелось бы. В те дни Александр Калядин еще не знал, что весной 2018 года его победа прогремит на весь мир. И он в одно мгновение прославит свою страну, казахстанских паралимпийцев и свое собственное имя. Прославит однажды и навсегда. Александр Калядин. Первый казахстанец, паралимпийский чемпион в зимних видах спорта. Я, ну, такими русскими словами говорю, давай, Сашка, рви их всех. Он пишет, буду рвать. Я же по-любому не отпущу. Буду зубами на землю грызть, но как. Тем более я три секунды выиграл. Я знаю, что уже сильнее намного и была уверенность. Так сказать, стопудово знал, что будет золото. Любовь к спорту у Александра с детства. На лыжи встал еще мальчишкой. Позже ему еще не раз в жизни будут говорить, ты родился сразу с лыжами на ногах. Сразу встал на лыжах, сразу это получилось все. Ну и так пошло и поехало. Сегодня, когда отгремели фейерверки салюта в Хенчхане, когда имя Александра Калядина уже вписано золотыми буквами в историю мирового паралимпийского движения и историю казахстанского спорта, он спокоен и уверен в себе. Но так было не всегда. В далеком или близком 2011 году я вернулся с совещанием с министерства. Нас ежегодно собирают, ноябрь, декабрь. И нам маленькое замечание сделали, что Кустанович, зимняя область, что и вот у вас, ну, вы не представлены, нет у вас спортсменов зимников, паралимпийцев. И я вернулся еще раз с тренерами там, где встречался. Я говорю, ну, ищите мне. И лыжникам нашим говорил. Я говорю, ищите мне. Давайте, ищите мне. Девчонку, парня, любого. Звезды так сошлись. Просто предложил тренеру попробовать. Я попробовал, получилось. Через неделю выиграл район, районные соревнования. Через полмесяца на Казахстане седьмое место занял. Хотя мой год еще не лежал, только на следующий год был. А на следующий год все, я уже был призером. И попал в сборную Казахстанской СССР. Ну, 85-86-87 год. Ну, а потом вот это развал. А потом армия. Потом уже, ну, с течения обстоятельств получалось так, что попал в аварию. Потом реабилитация. Ну, вот это все пока-то прошло. Протезы, малтезы. И вот как раз я попал в сборную Казахстана. Ну, в паралимпийскую. Кому посвящаете медаль? Всем сорокольцам в Рицке, на у Рицку, элеватору. Вам. Спасибо, что вы есть, что болели за меня. Местечко Сороколь. Бывший поселок городского типа Урицкий. Затерялось на карте среди бескрайних костанайских степей. Ветхие домишки, да уходящие далеко за горизонт проселочные дороги. Именно здесь, в этом самом доме, родился будущий чемпион Саша Калядин. Из спортивной инфраструктуры в поселке только огороженная площадка, где суровые сорокольские мальчишки даже в дождь гоняют в футбол. Спортзал в родной школе Александра Калядина, где он проводил все свободное время, и сегодня полон ребятней. Стены, классы, даже воздух, кажется, пропитан сегодня одним ликующим возгласом. Здесь учился Александр Калядин. С ногой ходил, деревянная, еще была как-то интересная, деревянная нога. В детстве недалеко жил от него. А сейчас такой стал человек, уважаемый. На весь мир перестал наш прославлен. Гордимся нашим земляком. Гордимся то, что учился в нашей школе. Как реликвию хранят в школе фотографии и потрепанный журнал. В нем старательно выведены отметки Саши Калядина. Рассказывают о нем с особым трепетом, бережно перебирая в памяти важные моменты. Как и все мальчишки шкодные, ну, ответственные в свое время, как говорится. И в то же время везде шкодничали, везде мы за ними, конечно, старались поуспевать. И девчонки, и мальчишки. Молодец, что он не потерялся, что в тех прежних победах у него какие-то были, что он не опустил руки, продолжил все это самое, и вот добился такого успеха. Я знаю его с детства и знаю все, что с ним происходило, то, что как ему было тяжело перенести вот эту травму. Если бы не травма, конечно, он бы, может быть, был бы обычным чемпионом, не паралимпийским чемпионом, может быть, чемпионом был по лыжам обычным, потому что он занимался этим, он хотел этого, нравился ему этот вид спорта. Как только в Сарыколь пришла радостная весть из далекого Пхенчхана, в школе сразу же начались приготовления к встрече со знаменитым выпускником. Все в деревне волновались, готовились, ждали. Когда мы все вечером посмотрели его трансляцию о том, что наш выпускник нашей школы взял золото, наутро пришли в школу, наверное, только открывались двери школы, сразу говорили, вы слышали, слышали, Саша, Саша победил, у нас золото. Золото не то, чтобы, знаете, у всего Казахстана, прежде всего у нас, потому что это наш выпускник, он учился в этой школе, ходил по этим коридорам, точно так же, как и все ребята, шалил. Самое приятное, что, например, для меня, как для организатора всего этого, была его фраза, когда он сказал, знаете, я был на многих встречах, меня встречали и в Астане, и встречали непосредственно в области, в районе здесь, но самая душевная, самая приятная была встреча сегодня здесь, когда я просто как простой ребенок, простой ученик, прошел по коридорам своей школы, увидел своих учителей. Ребята настолько воодушевились его вот этим вот подвигом. Мы прям на встрече показали большой фильм о нем. Он сам этот фильм посмотрел впервые, потому что до этого у него не было такой возможности, а этот с большого экрана он увидел себя, он увидел свою победу, он увидел, как он шел к финишу. И действительно, в этот момент у него были слезы на глазах, настолько это было приятно. Слезы на глазах Александра Калядина появлялись в жизни нечасто. Когда было больно, терпел. Когда не было работы и денег, не плакал, собирал волю в кулак и двигался вперед. И только сейчас, став чемпионом, у него вдруг стало больше моментов, когда сложно сдержать эмоции. Вручение золотой медали, поднятие родного флага, поздравления от президента. Телеграмма пришла уже к вечеру. Было, конечно, приятно это, почувствовать то, что, ну, что ты завоевал внимание, можно так сказать. Это дорогого стоит, внимание президента, внимание всего народа. Это как-то, ну, ответственно, приятно. И не знаю даже, как сказать, но хорошо вообще. В юношестве Александр Калядин мечтал об олимпийской медали. Тренеры говорят, он мог бы добиться самых высоких результатов, выступая среди обычных спортсменов. Казалось, все для этого есть. Прекрасные физические данные, отменное здоровье, упорство, характер, трудолюбие. Но судьба распорядилась иначе. Тренировочный процесс, он просто так не дается. Это каждодневный и каждомесячный, каждодневный этот процесс. Это надо себя пересилить, где-то, где-то нас перестроить даже себя. Где-то бывает, что человек просто, даже спортсмен, ты здоровый и так же, просто они уже устают. Вот есть у них сборы, тренировки, тренировки, он устает. Надо себя перестроить. Желание добиться результата. Он это чувствовал, что улучшить, в смысле, протез, это многое значит в том, что эта работа сложная. И хороший протез – это разгиб, сгиб ноги, стопа, все это прочее. И в итоге плюс тренировки, желание работать над собой. Просто цель была стать победителем. И он добился. Это не каждый человек обладает такими качествами. Это природные данные. Была в нем живка хорошая такая, видите. Мне коньковый ход неудобный, потому что у меня травма уже, протез, а протез не может отталкиваться. А тут именно надо работать ступней. Чем сильнее ступня отталкивает? Ну, колено и ступня, ступню доталкиваешь. А я могу колено и толкнуть, а ступни никак. Из-за этого у меня коряво получается. И ход, ну, можно сказать, я медленнее еду, чем я классикой еду. Классикой еду быстрее, чем коньковый. После травмы Александру пришлось заново учиться. Жить, работать, заниматься спортом. Спустя годы он вновь встал на лыжи. Александр ко мне подошел в 2012 году до Сочи. Олимпиады Сочи в 2014. Но он даже еще не планировал, в принципе, попасть там куда-то на Олимпийские игры. Для него важно было просто начать заново тренироваться именно как паралимпиец. Подошел он ко мне и говорит, помогите мне поставить технику. Помогите мне, как бы, подскажите какие-то нюансы, допустим, по технике. Я говорю, пожалуйста, Саша, без проблем. И мы зашли к нам на лыжную базу. Мы ему приготовили лыжный. Прямо потому что классика для него. Конек, он на тот момент не умел еще даже кататься. В основном классика. С первого раза у него получилось два подъема. Ну, а потом все пошло, пошло. И так он 10 дней у меня пробыл здесь, в Тустанай. Мы подготовились. И тут он говорит, меня приглашают на республиканские соревнования, как город, как штаб. Ну, давай, все, удачи, пожелала ему. А там гонка коньковым ходом, не классикой. Он такой говорит, Воль, ну, звонит мне, говорит, Воль, тут конек. Мы же с тобой не катались. Я говорю, ну, Саш, ну, попробуй как-нибудь там это сам. У меня же нету, как подсказать, чтобы он. Ну, ладно, все. Он еще звонит мне, говорит, Ольга, я второй. Вот. Ну, мне так приятно было. Это вообще, знаете, эмоции непередаваемые. Учитывая Сашу, что он настолько открытый, простой человек. Я еще раз повторюсь, как бы целеустремленный, трудолюбивый. Видите, я же уже был лыжником. Мне просто надо было... Это же как езда на велосипеде. Если я один раз научился, потом уже хоть сколько не ездил, возьмешь велосипед и поедешь. Тут то же самое, просто немножко надо было скорректировать, там, равновесие, повороты и это. Ну, я имею в виду на протезе. Встать на ноги во всех смыслах Александру Калядину помогали все – родные и близкие, тренеры и товарищи по команде, коллеги из Национального паралимпийского комитета. В НПК взялось за нас хорошо. И вот все выезды, и все вот это. До Шинка и НПК они начали дружно, совместно, хорошо работать. Карат Сайтаевич когда стал президентом, и вот, видать, это все и началось. В 2014 году Александр Калядин принял участие в своей первой паралимпиаде в Сочи. Времени на подготовку было мало. Программу откатал как мог. Но неудовлетворенность результатам осталась. На 20 километров я был 13-м. Листофету я отдал третьим. Не то, что неудачное выступление, а не совсем, конечно, удовлетворительно, что ждали большего, но не получилось. Много что не получилось в Сочи. С учетом опыта сочинской паралимпиады Александр Калядин начал тренироваться с удвоенной силой. Не ленился ни дня. Человек, опять же, тоже занимался спортом до травмы был. Участвовал на чемпионатах Казахстана СССР, на полыжных гонках именно с Кустанайской области. И поэтому, я могу сказать, ответственный, трудолюбивый, выносливый парень. Опять же, несмотря ни на что, показывает себя с лучшей стороны себя. Четыре межолимпийских года пролетели быстро. Национальная паралимпийская сборная собралась в Пхенчан. Только за медалями, только за победами. Показать все, что вы можете, все, что вы тренировали, и еще лучше, больше знать. И всегда победа будет сама. Обойти соперников на самом финише – его фирменный стиль. Собственная стратегия Александра Калядина. Он разработал ее еще в раннем детстве. С тех времен, наверное, вот это все сложилось, когда он впервые тогда сказал, говорит, что всегда нужно на финише выложиться. И мы тогда, ну, пацанятами, мы это, как, сильно этому не дали никакого, там, значения, там, что, да, ну, всем хотелось быть первым. Мы всегда, там, старались, там, этот, на лыжах. Быстрее, быстрее, короче, этот, ну, чтобы время было маленькое. Ну, этот, он говорит, надо на финише, говорит. Всегда перед финишем уже за сколько-то, там, метров, чтобы уже нагонять противника, и потом обходить на финише. Андрей вспомнил старое. Ну, да, в принципе, конечно, я слышал, что контроль Сергеевич крикнул. Ну, я знал, что я отдыхаю, что у меня хватит сил. Я рассчитывал на это, на последнее ускорение, действительно, я знал, потому что напрямую они, это, ну, в принципе, мои руки сильнее, чем их немногие. За простого парня с соседней улицы, Сашку из Сарыколя, переживали всей деревней, радовались его победе всей страной. Я знала, что Саша поехал, еще и потому, что сейчас, видите, как хорошо интернет, да, одноклассники там выставляют фотографии, вот перед Олимпиадой, да, наш одноклассник там вдруг наш поехал на Паралимпиаду. Одноклассники и все жители района, и нашего поселка здесь, все были рады. Мы рады были за него чисто душевно и по-настоящему. Следила, смотрела, и тут, когда он выходит, сначала он шел, сначала шестым. Тут он японца начинает догонять, я, давай, Саша, давай. Ну, в общем, столько эмоций у меня очень переполняло это, настолько я аж заплакала от радости. Вот, как бы муж такой, ты что, ты что? Я говорю, да я же его тренировала, я же его знаю, я, Саша, это же наш калядин. Я и до этого, если бы, гордился, что вот он такой есть, и он лучший в Казахстане был. Вот. Я гордился, ну, а сейчас-то в тройне или в двойне, или в Питере, в десять, ну, в десять раз мировой спонят. После паралимпиады чемпиона-победителя встречали торжественно. Встречали такого же Сашку, такого же простого спортсмена-трудягу. Впрочем, нет. Не такого же. Уже другого. Уже почти совсем родного для каждого казахстанца. Сегодня жизнь Александра Калядина – образец для многих. Он с удовольствием делится своим опытом, обращается с самых важных общественных трибун к тем, кому его голос нужен, вселяя в них уверенность, с благодарностью к людям и стране, которая дала ему шанс реализовать себя. Слово предоставляется Калядину Александру Анатольевичу, чемпиону Паралимпийских игр 2018 года в городе Пченхани, Южная Корея. Спасибо большое за все переживания, что поддерживали меня все казахстанцы. В паралимпийском спорте Казахстан теперь не только знает, Казахстан уважает. Это очень важно – осознавать, что сейчас большого народа, огромной страны. Поэтому победа на самом деле не только моя, это победа всех казахстанцев. Самое главное – это времени не хватает. Везде надо успеть, везде надо все сделать. И стараюсь. Бывает получается, бывает не получается. А так, ну, внимание, корреспонденты. Много забот, как сказать, нужных. Я понимаю, что это нужные, а не лишние, а не нужные. И стараюсь делать, да, там, школы, детские дома. Ну, везде стараюсь. Вот сейчас у спонтенника тоже запланировано здесь. И тоже пару детских домов надо проехать, там, ребятам духу поднять. Да, на путь свидать. Александру есть, что рассказать тем, кто его ждет. Поделиться рецептом успеха. Рассказать, как преодолеть невзгоды и тяготы судьбы. В те годы ребята росли на примере героев все-таки Великой Отечественной войны. И было очень, как сейчас говорят, модно, да, проводить классные часы именно на эту тему о героях Великой Отечественной войны. И вот один классный час у нас был о мужестве, подвиге и героизме. И стоял такой вопрос, что такое подвиг? Ну, ребята многие высказывали свои мысли, каждый говорил что-то свое. Они говорили всегда честно, откровенно. Саша сидел сначала, молчал. Я почему-то это так запомнила. А потом встал и говорит, а я думаю, что подвиг – это преодоление самого себя. Но тогда никто не придал этому значения, потому что это как-то, ну, знаете, необычно было. Не унывать, не опускать руки, бороться. Ну, и думать о том, что ты все-таки нужен кому-то, а ты должен вставать с этих коленок, как-то бороться за свою жизнь, за свое место под солнцем. Не случайно именно Александр Калядин – капитан национальной паралимпийской сборной по зимним видам спорта. У нас сохранилась фотография, где командиром этого отряда был именно Калядин Александр. И вот выступив на этом смотре, мы первый раз, наша школа заняла первое место. Ну, и вот именно тогда я его и заметила среди этих малышей. Всегда что-то двигается, что-то там шумит, что-то с кем-то там балагурит, с кем-то разговаривает непросто. Он не зря его выбрали капитаном сборной Казахстана. Наверное, все-таки вот эти вот качества, он может объединить их, как-то взбодрить, как-то подтолкнуть. Быть в команде – это в первую очередь, как вот сейчас говорят же, один за всех, все за одного, вот, поддерживать всех всевозможными путями, всевозможными способами, вот, настраиваться, настраивать, поддерживать, вот. Ребята-то понимают. Ну, да, бывает, я и это, ругаюсь, потому что кого-то что-то не устроит, кто-то что-то переборщил, а кому-то что-то, наоборот, не досталось. Лучше сразу это, ну, вынести на разговор и все, сразу предупреждаю, говорю, вот, ты сделал так, а этому не хватило, например, или, ну, все, сразу. Я не молчу, не жду, сразу говорю, быстренько развожу этого, без проблем. Команда – как одна семья. Но даже коллеги по сборной не все знают, что Александр не просто спортсмен, товарищ и капитан. Есть у него одно творческое увлечение – делать из снега фигуры. Ведь в душе Александр – большой романтик. Самое лучшее получилось у меня, маслехат заказывал, архара, на большом утесе и на четырех тонких ногах. Я сам даже удивился, как он держался. Тоньше, чем вот эти бокалы ноги были. Я всегда просил, чтобы не садили детей, я думаю, он упадет. Ну, действительно, он у нас делал натуральное. Я старался делать натуральное, вот как есть он, в натуральном виде, вот, чтобы точно так же совпадало с такими же врагами огромными. Огромные. Стараемся больше прокатывать на ноге. Вторая у вас страхует нога. Не торопимся, спокойно. Я пришел, посмотрел, сколько народу уже стало заниматься. Ну, я имею в виду из малышней и из ребят маленьких. Раньше что, там придешь на тренировку, смотришь, там, ну, шесть-восемь человек ребят катаются. А сейчас пришел, там такая толпа. Все собрались, не знаю, все захотели заниматься лыжами. Ну, видать, смотивировал. Просто я вижу по поведению детей, что больше стало детей просто заниматься. Мы бы хотели пожелать Александру еще больших начинаний и успехов, чтобы он продолжал покорять пересталы Казахстана и больших других стран. Я бы хотел стать таким же олимпийским чемпионом, как он. Хотел бы прославить нашу страну и наш город. Я хочу быть тоже олимпийской чемпионкой и тоже представлять нашу страну во всей красе. Впереди у спортсмена новый сезон, новые старты, чемпионаты и кубки. И он пока не хочет заглядывать на четыре года вперед. И хочется верить. Следующая золотая лыжня ждет его. И Александр Калядин непременно по ней пройдет. Ведь он Александр. Победитель. Продолжение следует...